ну что ж друзья мои привет привет всем и спасибо за то что пишите комментарии под моими монологами за то что материально поддерживаете канал это все очень приятно я весьма вам признателен благодарен и раскланиваюсь там книгсон и все прочее прочее да еще раз напоминаю о существовании плейлистов если вы хотите увидеть какую-то любимую пластинку в моих руках посмотрите в плейлисты загляните туда там очень много уже чего в руках подержана подержата удержана и показана и показа то вот ну а комментарии мне очень интересно я начинаю потихоньку от них отталкиваться не в смысле пренебрегать а в смысле начинать свои монологи отталкиваясь от содержания комментариев довольно много я читал в частности о том что группа битлз группа битлз в первой половине своей музыкальной деятельности играла примитивно нелепо и и просто и безвкусно и вообще как все и что-то типа манкис какой-то некоторые пишут вообще что-то мальчиковый бойс бэнд и и то тому подобное а вот во второй половине своей карьеры музыкальные то есть после альбома робосол уже мол дескать пошла великая музыка а до робосол была не музыка а черти что это конечно полная чушь полнейшая абсолютная просто полное непонимание не то что битлз а музыки вообще в принципе музыки вот человек который такой говорит он вообще не слышит музыки и не понимает ее не отличает музыку хорошую от плохой не имеет вкуса просто да ладно вкус бог с ним бог с ним со вкусом ну не слышит человек не слышит вообще почему я об этом заговорил потому что в моих руках замечательная пластинка названием hey jude пластинка битлз которая вышла в 1970 году это как бы сборник с одной стороны а с другой стороны как бы и не сборник но если ведь о сборниках я много раз уже декларировал свою неприязнь сборником песен рок-групп любых нет сборников никаких в моих шкафах многочисленных многочисленных здесь полтора шкафа видно вот на экране на самом деле их еще раз два два да еще один другой три четыре пять шесть разнокалиберных но это я похвастался каждый раз так сказать сам себя не похвалишь никто же не похвалит так вот сборников у меня нет а это касается рок-групп а битлз я не отношу к рок-группам вообще битлз и роллинг стонс я не отношу к рок-группам я отношу их то есть они для меня стоят гораздо выше чем просто рок-группы какие-то и на них законы мои не распространяются это отдельная история им можно все можно сборник можно не сборник как угодно так вот и джут первоначально пластинка была названа битлз и гейн вышла альбом в америке в семидесятом году и аллен клейн который стал заправлять делами битлз с подачи пола маккартни заключил с компанией капитал насколько я помню насколько мне кажется верно очень выгодный контракт на издание еще одного альбома битлз а производство пластинки мгл этот биз затянулась на неопределенный срок какой-то и довольно муторно шла работа поэтому аллен клейн вместе с руководством капитал или с кем-то там еще это не очень важно решил издать пластинку которая состоит из синглов ранее не выходивших то есть из песен ранее не входивших номерные альбомы и получился практически номерной альбом я уже сказал что сначала он назывался битлз и гейн но поскольку песня которая вошла сюда под названием хейджут была самым успешным коммерческий в коммерческом смысле самым успешным релизом битлз то есть 8 миллионов сингла было продано тут же просто на раз и и альбом соответственно на зале хейджут чтобы привлечь внимание покупателей что удалось пластинку разметали с диким свистом вышла она в америке в семидесятом а в англии она вышла только в 79 году а до 79 года она в англии пользовалась бешеной популярностью и покупался только импорт из америки который приходил вот так бедные англичане свою родную группу могли покупать только в виде импорта но мне суть важно что касается песен и что касается моего текстового зачина о ранних и поздних песнях битлз вот эта пластинка она является лучшей демонстрацией того что композиторские по музыкальной мысли по музыку при приемом по композиторским приемом по умению писать мелодии вообще разницы нет никакой между ранним битлз и поздним битлз есть разница в звуке в инструментарии в настроении но что касается композиции все тоже все тоже та же моцартовская моцартовская да не произнести даже легкость удивительный мелодизм неожиданные повороты гармонические мелодические прекрасное пение удивительная и вокальная группа и сольное исполнение легкость здоровая наглость и при этом точность точность интонирования точность точность эмоциональная динамика потрясающая в пене все это все это с первой пластинки до последней все это битлз и нельзя делить ранний битлз это плохо поздний битлз это хорошо это извините это глупость просто появился мелотрон появился восьмиканальный магнитофон появилось неограниченное студийное время и другая музыкальная фактура пошла что совершенно естественно но композиции композиторских дел это вообще не касается никак и здесь пожалуйста вам две первых песню я скажу еще быстренько что путаница с изданиями этого альбома она примерно такая же как с альбома medical mystery tour в разных странах по-разному в испанском издании нет песни по баллату в john and yoko и вот все как всегда перри иначе на переделано даже на на этом издании порядок песен тоже неправильно написан фотографии на разных альбомах на разных изданиях разные здесь оригинальное издание фотография сделана на последней фотосессии битлз у дома джона леннона из которого он потом уехал при перебравшись в нью-йорк а в этом доме стал жить ринга star долгие долгие годы но это не важно так вот о сравнении ранних и поздних битлз начинается альбом с песни can buy me love вторая песня а шутка 1 бета это песни которые звучали которые вошли в альбом hard i знает если вы помните да хорошо а в америке они выходили синглами на альбоме выходили только в издании компании united artist соответственно columbia capital не издавала их в виде альбома и тут же радостно включили в этот альбом стерео версии я подчеркнул can buy me love i should know i should have known better ранее изданы синглами и вот они прекрасно встают в один ряд со всеми остальными песнями включая don't let me down включая hate jude нельзя сказать что это разные группы разное звучание и разные композиторы писали все прямо вот едино цельно и альбом получился удивительно цельный хотя первые песни у нас датируется шестьдесят четвертым годом и последние шестьдесят девятом все цельно все не могу сказать что в одном звуке но в одной динамике скажем так в одной динамике в одной музыкальной линии и can buy me love здесь стерео версии прекрасно прекрасная аранжировка вот здесь слышно эту изумительную аранжировку с двумя гитарами акустическая гитара аккорда электрическая гитара в левом канале спета изумительно спета современно совершенно никакой разницы ашут хэвн он бета та же история очень плотный звук очень плотная аранжировка очень все продумано очень все серьезно и если говорить о примитивной музыке туда примитивной музыки здесь как до луны это настолько настолько тонкая настолько музыкальная история что в это ну я не буду спорить с теми кто не понимает них и не стану пэпер брак пэпер бак пэпер бак райтер сингл 66-го года уже роковый уже другие возможности студийные до появился рок немножко тяжелый немножко тяжелый хороший термин я его запомню немножко тяжелый рок ну все это знают на и наизусть rain тоже сингл 66-го года песня леннона которая удивительным образом не напоминает песню харрисона и вкрадывается подозрение что харрисон когда начинал пробовать себя как композитор смотрел на леннона раскрыв рот и вот эти интонации вот эти длинные такие плотные с с налетом медитации такие вещи я так подозреваю что пришли от леннона в композиторском мышлении харрисона вот как я выразился леди мадонна здесь же известная песня да по советским миньонам она в советском союзе издавалась на миньончике и эта песня она больше похоже уже на сольное творчество маха собственно песня маккартни но она похожа на песню вынутую из сольника маккартни правда музыкальная группа битлз играет и все-таки это превращается в музыку битлз они сольного маккартни но она какая-то такая забавная нам не очень нравится это бешевая фортепьяно невероятная это такая около духовая секция которая там просыпается на козу по моему там играется вот эти штучки очень интересно очень очень хорошая фантазия все все бодро революшн песня 68 года которая прекрасно рифмуется с can't buy me love и вторую песню I should have known better та же самая группа нельзя сказать что это лучше это хуже это гениально а это отстой ничего подобного революшн быстрая версия на белом альбоме там медленная версия да здесь быстрая версия такая бодрая хорошая на второй стороне конечно хейджут 68 год сингл самая кассовая самая кассово успешная песня до битлз здесь она написана первым номером ну чтобы лучше покупали пластинку конечно с названием хейджут она открывает вторую сторону но все знают это грандиозное произведение распевная с хором в котором кто-то только не пел ул браун шу песня харрисона 69 год которая вышла синглом вышла синглом с песней болотом джон и йорка если я не ошибаюсь у меня не было этого сингла никогда в жизни вообще сингл не собирал вот ну песня на мой взгляд так себе мне так кажется харрисона ну don't let me down следующий номер опять таки 69 год записано во время сессии let it be если мне память не изменяет и она исполнена на этом знаменитом концерте на крыше где бородатые битлз поют да вот эту красивая песня песня леннона на самом деле песня леннона также как и следующая песня баллада джонни и йока и баллада джонни и йока она написана записано вдвоем ленном и маккартни потому что ринго старт снимался в кино в это время а харрисон отдыхал где-то в других теплых и медитативных странах вероятно и маккартни сыграл здесь на барабанах на бас-гитаре и на всем остальном а леннон сыграл на двух электрических гитарах два слова и спел вместе с маккартни эту замечательную песню веселенькая хорошая песенка и если говорить о том что лучше что хуже раннее или позднее но это все цельно настолько и баллада джона и а джонни и йока и can buy me love и hey jute и don't let me down lady madonna это все единое целое очень хорошая пластинка она практически как домерная слушается она очень цельная для меня она не менее цельная чем сержант пеппер а может быть и более цельная в большом случае мне она нравится больше чем сержант очень крутые песни убит из других и не бывает и не было никогда пошел пить пока